Проблема рабочих в фабрике «Красная Заря» теперь решается в арбитражном суде. Прошло первое заседание по решению технических вопросов выплаты первоочередной части долгов по зарплате. На суд пришли около 30 бывших сотрудников предприятия, хотя приглашали в разы больше. Для суда остался невыясненным вопрос о том, почему в первой очереди только 147 человек, хотя предприятие по документам имеет долги перед 203 людьми. В связи с этим суд перенесен на 5 ноября. Сотрудники предприятия выбрали своим представителем депутата городской думы Алексея Масленкина. В середине октября состоялись и первые торги. Желающих купить предприятие «Красная Заря», как и ожидали бывшие сотрудники, не нашлось. Следующие торги по процедуре банкротства назначены на конец ноября. По объяснению управляющего, в случае, если вторые торги не пройдут, то тогда банк, в залоге у которого находится имущество, обязался взять себе его и, соответственно, выплатить определенную долю, положенную по законодательству, отдать эту долю на выплату заработной платы и прочих первоочередных моментов. Продолжение следует...